Здоровый образ жизни – кредо сегодняшнего дня. Спортивные костюмы вытесняют платья, ценятся мышцы и упругое тело. ЗОЖ – это один из самых успешных маркетинговых примеров во всей истории. Однако у официальной медицины свои взгляды на то, что должен делать человек, чтобы быть здоровым. И это не силовые нагрузки в спортзале вкупы с употреблением БАДов. Тема генетического паспорта, она очень доступная. И уже в 21 веке, скажу так, не модно не знать свой генетический паспорт. Это неправильно. Это исследование, которое делается один раз в жизни. И согласно этой генетике можно понять, даже каким видом спорта тебе нужно заниматься, чтобы не навредить. Я имею в виду то, что это огромная физическая нагрузка, в том числе на женский организм, на мужской организм. По сути говоря, та, которая генетически человеку не запрограммирована. Это отсутствие каких-то, может быть, факторов выносливости. Ну ведь не случайно, кто-то марафонец, кто-то спринтер. А начать стоит с 10 тысяч шагов в день. Именно умеренные нагрузки наиболее эффективны для оздоровления организма и поднятия жизненного тонуса. Кстати, во Владивостоке уже в течение пяти лет проходят прогулки с врачом. Проект реализуется специалистами Владивостокского клиникодиагностического центра. Каждую субботу в 10 часов утра на набережной Цесаревича горожане учатся в скандинавской ходьбе, слушают советы врачей и обучаются навыкам здорового образа жизни. Раз, два, три, четыре. Теперь под музыку. Сегодня тренд ЗОЖ подхватили многие производители и готовы предложить вкусные, но оттого не менее здоровые продукты питания. Врачи дали свои рекомендации бизнесу, на что обратить внимание, что принять к сведению, когда они говорят о здоровье. Это и производители той воды, которую мы пьем, это и производители различных видов продуктов, которые мы с вами и каждодневно покупаем. Они, честно скажу, технологии приготовления. И мы все честно попытаемся обсудить, что же из того, что каждодневно может быть на нашем столе в виде воды, еды, как может повлиять вообще самое банальное, тот же сон на человека. Медики советуют, прежде чем отправиться в спортзал, стоит посетить врача общей практики или эндокринолога. И, конечно, постараться завязать с средными привычками. Тем же, кому сделать это сложно, на помощь придут медицинские технологии и бизнес. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...